Приветствую вас, вы на канале InStarting новости и сегодня мы поговорим с вами про первый орбитальный полет межпланетного корабля SpaceX Starship. Также Илон Маск поделился мыслями о будущем Тесла и многое другое. Обязательно досмотрите это видео до конца, подписывайтесь на канал, ставьте лайк авансом, ну а мы начинаем. Есть основания полагать, что SpaceX приближается к тому, чтобы отправить в первый тестовый орбитальный полет свою гигантскую ракету Starship, которая предназначена для полетов на Луну, Марс и освоения дальнего космоса. По словам главы SpaceX Илона Маска, первый орбитальный полет Starship может состояться в мае этого года. Согласно имеющимся данным, дата запуска корабля будет зависеть от сроков подготовки необходимого количества новых двигателей Raptor 2, которые намного мощнее и надежнее старых моделей. SpaceX планирует произвести 39 пригодных к использованию во время полета двигателей Raptor 2 к апрелю. Еще примерно месяц потребуется на интеграцию двигателей в состав ракеты-носителя и корабля. SpaceX начала производство новых двигателей в декабре прошлого года. Представители компании заявляли, что производство Raptor 2 вдвое дешевле модели предыдущего поколения. Но при этом двигатель обеспечивает большую мощность, а в его конструкции используется меньше деталей. Новые двигатели будут использоваться как в ракете Super Heavy, так и в самом корабле Starship, за счет чего станут одной из ключевых составляющих планов SpaceX по покорению Луны и Марса. Теперь поговорим про Тесла. Илон Маск готовится к публикации третьей части генерального плана Тесла. По его словам, в ближайшие годы автопроизводитель собирается масштабировать свой бизнес до экстремальных размеров. В первую очередь речь идет о расширении производственных предприятий и исследовательских центров. Таким образом, считает Маск, Тесла сможет отвлечь человечество от ископаемого топлива и искусственного интеллекта. Авиационный холдинг Global LX оформил крупный заказ на покупку и витал аппаратов от стартапа Иви. В рамках сделки разработчик предоставит партию из 200 самолетов и поможет Global LX наладить работу нового сервиса авиатакси. Служба будет работать в пригороде и городских районах Майами, штат Флорида. Ориентировочная дата запуска предприятия – 26-й год. На первом этапе сотрудничества партнеры займутся запуском аэромобильного сервиса в домашнем регионе покупателя. Первые авиатакси начнут летать между аэропортами и отелями в Майами. И если Global LX останется довольна сотрудничеством, она поддержит Иви в развертывании и Витал в других частях своей сети в США. General Motors объявила о старте серийного производства электрокроссовера Cadillac Loric 23-го модельного года на заводе в Спринг-Хилл, штат Теннесси, начавшемся с опережением графика. Это первый электромобиль бренда Cadillac, известного производителя автомобилей класса люкс. GM ранее заявляла, что не планирует запускать производство новинки до конца 2022 года. Однако после появления критики по поводу сроков выхода его новых моделей, автопроизводитель перешел на ускоренный график подготовки и запустил сборку новинки гораздо раньше, чем обещал. Стоимость нового электромобиля стартует с 60 тысяч долларов, хотя компания пока не раскрыла комплектации новой модели. Компания Waymo объявила о готовности запустить сервис перевозки пассажиров в Сан-Франциско с использованием полностью автономных автомобилей без присутствия водителя в салоне. Впрочем, сроки запуска сервиса пока не называются. Еще в августе Waymo начала бесплатно предоставлять ограниченному числу клиентов в Сан-Франциско услуги перевозки с помощью автономных электромобилей с водителем в салоне. По словам одного из генеральных директоров Waymo, за 6 месяцев с момента запуска сервиса услугами роботакси в густонаселенном городе воспользовались сотни людей. У тайваньской компании Терн большой опыт в создании небольших, но выносливых электрических велосипедов. Продолжая искать идеальное сочетание компактного размера и утилитарности, инженеры разработали новую модель Quick Hole с модульными передним и задним багажниками и бардачком в раме. Она может оказаться именно тем, что нужно для транспортировки детей, домашних животных, продуктов, стройматериалов и прочего груза в пределах города. Самое большое отличие в конструкции – у нового велосипеда увеличилось расстояние между верхней и нижней трубой. Это пространство по замыслу инженеров предназначено для сумки из водонепроницаемой ткани, которую Терн называет бардачком. Задний багажник выдерживает груз до 50 килограммов. При необходимости его можно заменить другими модулями, которые предлагает компания. Детским сидением, переноской для животных, мягкими ящиками или увеличенным грузовым поддоном. Аналогичным образом можно поступить и с передним багажником. Общая грузоподъемность 150 килограммов. Велосипед с алюминиевой рамой рассчитан на рост от 150 до 195 сантиметров. А сидение легко регулируется, чтобы им мог без труда воспользоваться любой член семьи или сотрудник компании. Компания предлагает электровелосипед в двух конфигурациях – D8 и P9. У первой электромотор Bosch Active Line Plus и 8-скоростная трансмиссия, а также аккумулятор на 400 киловатт-часов, которого должно хватить на 55-105 километров. P9 отличается 9-скоростной трансмиссией и мотором Bosch Performance Line. Максимальная скорость, батарея и запас хода такие же, как и у D8. Вся разница в большем усилении – до 300% вместо 270, а также крутящем моменте – 65 ньютон на метр, а не 50. Оба велосипеда весят чуть меньше 23 килограммов. Компания рассчитывает начать продажу во втором квартале этого года. Цена стартует от 3000 долларов. Корейские инженеры разработали манипулятор с пропеллерами, позволяющими ему не падать при подъеме груза, несмотря на большую длину. Он оснащен несколькими блокирующими механизмами, увеличивающими жесткость всей конструкции. Группа корейских инженеров показали, что поддерживающие пропеллеры можно использовать для создания манипулятора почти неограниченной длины. Он состоит из трех одинаковых секций, их может быть и больше, которые авторы разработали еще несколько лет назад. Каждая такая секция – это полноценный независимый октокоптер. Его винты расположены под разными углами, что позволяет ему летать в любом направлении. В основе каждого октокоптера лежит длинный продольный штырь. В манипуляторе они соединены вместе и образуют его каркас. Эксперименты показали, что тяга от винтов позволяет такому манипулятору выдерживать груз до 400 грамм. Для увеличения грузоподъемности инженеры предусмотрели блокирующие механизмы, не дающие определенным секциям двигаться относительно друг друга. Швейцарская компания Anybotics представила четвероногого робота Animal X. Это первый в мире ходячий робот, сертифицированный для работы во взрывоопасной среде. Разработчики адаптировали систему терморегулирования Animal X таким образом, чтобы защитить все его системы от воспламенения газа. Еще четвероногий робот получил ударопрочные датчики и оптические системы. А ПО его системы контроля работает на разных планшетах. В линейке корпоративных дронов DJI появился новый флагман Matrice 30, который предназначен для полетов в проливной дождь, сильный ветер и даже снег. Он готов к удаленной работе за пределами прямой видимости, и его можно использовать с автономной докт-станцией. Дрон можно сложить до размеров рюкзака – 365 на 215 на 195 мм. Складывание дрона можно произвести одним нажатием кнопки, и он весит чуть более 3,5 кг, включая два самонагревающихся аккумуляторов LiPo емкостью 5880 мАч каждый. Когда он находится в воздухе, его максимальная горизонтальная скорость составляет 23 метров в секунду. Он может подниматься на высоту до 7000 метров над уровнем моря, если он оснащен высотными винтами. Дрон имеет степень защиты IP55. Также имеется множество встроенных систем резервирования и резервного копирования, включая поддержку передачи LTE, а также Wi-Fi 6, чтобы обеспечить непрерывную связь с оператором даже на сложной местности или в сложных погодных условиях. Также он может безопасно выполнять аварийную посадку на трех опорах. Массив камер на подвесе состоит из 48-мегапиксельного модуля f2.8 с 1,2-дюймовым CMOS датчиком и 16-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельной широкоугольной камеры, позволяющей делать фотографии 8К и видео 4К со скоростью 30 кадров в секунду. На борту также есть камера Full HD FPV с частотой 30 кадров в секунду и полем зрения 161 градус. На этом у меня все, спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, а также подписывайтесь на все наши полезные ресурсы, ссылки вы найдете в описании. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте ему лайк, оставляйте комментарии внизу и жмите колокольчик. Ну а я желаю вам мирного неба над головой, берегите себя и своих близких, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok